Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида, в имени Господи царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 39-й псалом, который делится на три части. Первая часть — это со 2-го по 9-й стих. Здесь Давид вспоминает о тех гонениях, которые он претерпел некогда. То есть, скорее всего, имеется в виду гонения царя Саула. С 10-го по 11-й стих он говорит об откровении, которое было ему от Бога и которое он огласил пред лицом народа. А с 12-го по 18-й стих он рассказывает о том гонении, которое он пережил совсем недавно. Скорее всего, имеется в виду гонения уже от Ависолома, от его сына. И 13-й стих он признает как бы свою греховность, которая имела место в его жизни. И это как бы послужило причиной тех гонений, которые он испытал. Потому что просто так ничего не происходит в нашей жизни. Псалом 39-й имеет надписание в конец Псалом Давида. Это надписание мы имеем и в славянском тексте. И мы читаем начало этого Псалма. «Терпеливо уповал я на Господа, и Он внял мне, и услышал молитву мою, и извел меня из страшного рва и из тенистого болота, и поставил на камень ноги мои, и направил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, гимн Богу нашему, увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа». Итак, здесь говорится о том, что Давид претерпел некие гонения, но Господь избавил его от этих гонений, от этого тенистого болота, и поставил его ноги на твердое основание, на камень ноги мои, и направил стопы мои, прочитали мы. И более того, когда Господь помог ему справиться с старем Саулом, то Господь как бы вложил в уста его новую песнь, гимн Богу увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа. А в оригинале не просто поставил на камень ноги мои, а поставил на утесе ноги мои, то есть на неком таком серьезном возвышении, которое называется утесом. И находясь на этом утесе, он воспевает псалом, новый псалом, то есть те слова, которые получил от Господа. Вот это, может быть, первое упоминание во всей псалтире, что псалмы Давида не являются, собственно, его творчеством. Это именно действие Божьей благодати, действие Духа Святаго. И далее идет как бы текст этого нового псалма. «Блажен муж, коему имя Господне служит упованием, и он не смотрит на суету и ложное волнение». Что такое ложное волнение? Это как бы неоправданные страхи, которые касаются человека. Буквально с греческого вот эти волнения, они передаются словами бешенства, страсть и тому подобное. Это, вероятно, разумеется, волнение из-за житейского попечения ложных забот. На этом настаивает Афанасий Великий. И далее мы читаем «Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, чудес своих, и никто не уподобится Тебе в помышлениях Твоих». Я возвещал и говорил, что они превышают меру. То есть действия Бога по отношению к Его праведным, они превышают меру допустимого с точки зрения самих этих праведных, которые понимают и чувствуют, осознают свое несовершенство. «Жертвы и приношения Ты не восхотел, уготовал же мне тело, всесожжений и жертв о грехе Ты не потребовал». «Уготовал же мне тело» — это указание на жертвенную смерть Христа Иисуса. То есть Господь не захотел жертв и приношений в виде агнцев, тельцов, а уготовал тело своему Боговплощению, Христос становится жертвой на кресте за наши грехи. «Всесожжений и жертв о грехе Ты не потребовал», кроме вот этого тела, имеется в виду искупительной жертвы Христа. То есть Давид царит Христа и уповает на Него. «Тогда я сказал, вот я иду». Кто это говорит? Это говорит Христос. То есть когда уготовано было ему пострадать телом после Боговплощения, Христос говорит, вот я иду, как в свитке кожаном, то есть как в законе, по-славянски в главизне, как в свитке кожаном написано «о мне», то есть о Христе, «исполнить волю Твою, Боже мой». Здесь Сын Божий обращается к Богу Отцу. «Я восхотел, и закон Твой во внутренности моей». То есть Христос всецело исполняет закон. Оказывается, этот новый псалом, который от Господа дается псалмопевцу Давиду, это мессианский псалом, где мы слышим диалог Христа, Сына Божия, с Богом Отцом. «Я благовестил правду в собрании великом, вот уста мои не возбраняю, Ты, Господи, знаешь». Вот уста мои не возбраняю. То есть и впредь сие делаю. «Правды Твоей я не скрывал в сердце моем, истину Твою и спасение Твое я возвещал, не скрывал милости Твои и истины Твоей от великого собрания». Здесь как бы перекликается голос Сына Божия, который как бы отчитывается пред Отцом Небесным, и слова самого Давида, который в собрании многих исполняет этот псалом. «Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя всегда охраняют меня». Как бы христологическая часть этого псалма завершается, и Давид говорит о себе. Но это же относится отчасти и ко Христу. Давид — помазанник, то есть Христос, и Иисус из Назарета — помазанник, то есть Христос. Слово «Христос» означает «помазанника». Но если Давид помазан как пророк и как царь, то Христос помазан и как пророк, и как царь, и как первосвященник. Потому что в православном догматическом богословии выделяются именно эти три аспекта человеческого служения Христа и Иисуса, который, будучи Богом в истинном своем человечестве, был и первосвященник, и царь, и пророк. «Ты же, Господи, не удалищи дрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя всегда доохраняют меня, ибо окружили меня беды, коим нет числа, постигли меня беззакония мои». Так что я не могу смотреть. Умножились более волос на голове моей, «И сердце мое оставило меня». Вот то, что здесь описывает Давид, особенно в синодальном переводе, это напоминает момент смерти, когда человек умирает, и его окружают его грехи в виде тех бесов, «И сердце останавливается, и сердце мое оставило меня, то есть перестало биться, и я как бы вижу множество согрешений своих». Давайте посмотрим, как это звучит по Масоре, этот тринадцатый стих. «Ибо объяли меня злоключения без числа, меня настигли вины мои, и не могу я видеть больше их, чем волос на моей голове, и мое сердце меня покинуло». Он не может видеть этих бесов и демонов, которые как бы окружают его одар в момент смерти. Известно, что даже Пресвятая Дева Мария, она перед своим успением молила своего сына, чтобы в момент успения ей не видеть этих злых демонов. И Сын Божий сам пришел за ее святой и блаженной душою. Давид продолжает свою мольбу. «Благоволи, Господи, избавь меня, Господи, поспеши помочь мне». А вот этот призыв «поспеши, Господи», он встречается во многих псалмах. Это как бы ощущение, что если Господь чуть-чуть замедлит, у нас совсем уже не осталось сил, чтобы противостоять власти греха, власти дьявола и страху смерти. «Господь, поспеши помочь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей, да возвратятся вспять и устыдятся желающие мне зла». То есть возвратятся вспять, пусть они уйдут по той же дороге, по которой они приблизились ко мне. «Да понесут на себе внезапно посрамление свое, говорящие мне, хорошо, хорошо». Что здесь имеется в виду? То есть они лицемерно общаются с Давидом, они говорят как бы «хорошо, хорошо, ничего плохого нету, мы ничего не злоумышляем против тебя», но на самом деле они враги Давида. «Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя, Господи, ищущие, то есть познание о Боге, и любящие спасение твое, непрестанно, пусть говорят, да возвеличится Господь». Любящие спасение – это есть те, которые уповают только на Господа и только в нем видят источник своего спасения. Ибо своими собственными силами человек не только не может спастись, но даже возвысится до Богообщения, даже до познания, а о Боге он не может. Ибо, как наши предки говорили, без Бога не до порога, а Христос говорит, без меня не можете делать ничего. И в окончании этого псалма, как некое резюме, Давид пишет, «А я нищий убог, но Господь попечется о мне. Ты, то есть Господь, помощник мой и защитник мой, Боже мой, не заметли». Мы раньше прочитали, «Поспеши, Господи, поспеши, Господи», а здесь «не заметли», то есть «поспеши» и «не заметли», потому что без Бога как противостоять силам зла? Продолжение следует...